Ваш коллектив организовался в 1991 году. Очень тяжелый период для наших обеих стран, для России, для Беларуси. Скажите, сложно ли было в тот переломный момент создать такой крепкий коллектив? Нет, в те времена было сложно после распада Советского Союза. Вы правильно сказали, это были большие сложности. Но где-то сыграла профессионализм всех участников того состава коллектива. Потому что экономика экономикой, а культура остается культурой. Ее всегда надо сохранять, хранить и продолжать традиции народа, культуры, которую создал народ. Даже необходимость была? Конечно, необходимость была. Потому что в то время была очень тяжелая ситуация, как и в хоровых коллективах, и вообще в творческих коллективах. Поэтому где-то подсознательно возникла такая необходимость сохранить культуру. Я бы сказал, что на руку еще сыграло, конечно, то, что открылись границы. И как раз в это время коллективы, основная масса коллективов, которые никогда не выезжали за границу, начали иметь возможность выехать. И в том числе, и какая-то часть сыграла и в создании нашего коллектива, что было приглашение в Финляндию. И нужно было собрать коллектив, который должен был представить страну, мобильный коллектив. Таким образом собрался коллектив из профессиональных людей. Ну, он тогда еще не назывался «Чистый голос», это был просто коллектив исполнительных людей. Да, просто людей, которых там хорошо поют. Ну и ваш репертуар в основном-то славянские песни, акапельные, да, исполнения? Изначально, да. Изначально славянские. И духовная музыка. Потому что когда выезжали за границу, Германия, Франция, ну, Европа, там очень у нас требовала наша православная духовная музыка. В принципе, и католическая тоже. То есть, основная работа там происходила в кассовах. То есть, концертные площадки бывали редко. А после, например, службы, у них или концерты, поются и духовные песни, и народные. То есть, изначально коллектив был как акапельный исполнитель. Исполняли акапельную только музыку. Наверное, когда выступаете на сцене, важно не только, как зритель воспринимает артиста, но и как артист относится к зрителю. Скажите, перед каким зрителем, наверное, так даже немножко некрасиво прозвучит вопрос, но перед каким зрителем приятнее выступать? Перед своим, отечественным, так сказать, или перед зарубежным? Перед своим. Перед своим, наверное, более ответственно, поскольку они понимают не только музыку, но и смысл песен. И когда ты исполняешь, не просто исполняешь песню, а пытаешься ее донести всем сердцем, душой, то есть какой-то своей энергией, когда ты отдаешь в зал эту энергию, и когда ты получаешь из зала обратное, это очень приятно. Потому что, например, в той же, где-нибудь там Европе или каких-то других странах, они, да, они знают, многие знают какие-то известные русские песни, они с удовольствием аплодируют, но нам кажется, что они все-таки не до конца чувствуют эту музыку. Им нравится. Поэтому в этом смысле вот наш постсоветское пространство, оно, конечно, более ответственное для зрителей. Скажите, вот часто рок-музыканты, они слушают для, не знаю, для восстановления, для поиска каких-то, для очищения своей души, слушают классическую музыку. Популярные поп-исполнители тоже иногда послушивают рок-музыку, а вы исполнители духовной музыки, духовной классической музыки. Что слушаете в свободное время, там, в машине или в плеере? Я, например, люблю, вот, как раз наоборот, я наоборот люблю рок. Старый добрый рок. Ну, как, по-моему, у каждого своего почтения. Мы абсолютно такие же люди, как и все остальные. Кому-то нравится одно, кому-то другое, кто-то все слушает. Понемножку. Я думаю, что мы просто, в основной массе мы все равно слушаем музыку, потому что музыка в том понятии, в профессиональном, да, это может быть и в роке, и в классике, и там, в джаз, и джаз-рок, и какие-то современные, там, исполнители, современные ритмы и стили. Но не секрет, что сегодня, да, шеф-потреба на достаточно много. Поэтому мы стараемся слушать профессиональную музыку, ни какому она была стиле, это не важно. А вот на сегодняшней российской и белорусской эстраде есть ли такие исполнители, с которыми действительно не то что не стыдно, с которыми приятно на одной сцене стоять, талантливые ребята? Ну, конечно, есть. Просто не хотелось бы поименно их называть, потому что, опять же, это у каждого... Потому что мы лучшие. Нет, это понятно, у нас речь тёрта. Есть, конечно, коллективы и исполнители высокого уровня, это понятно. И все прекрасно их знают, потому что людей, даже если человек не музыкант, его особо не обманешь. То есть все понимают, кто из себя сейчас на телевидении представляет. То есть люди, которые непонятно, зачем они, как они туда попали. Ну, или как попали, понятно. А зачем, непонятно, да? И есть исполнители, которые уже временем проверены. А самый главный показатель, это когда люди начинают давать, ездить по стране и давать сольные концерты, желательно живые. Вот это показатель того, что человек начинает вызревать как исполнитель. Потому что сольную программу отработать, это уже надо иметь какой-то багаж за ключами. Вот это довольно сложное мероприятие, поэтому вот, наверное, можно так обобщиться. Самое важное в людях, по-вашему, это какие черты? Вот люди, с которыми можно работать, с которыми важно общаться. Что должно быть в этом человеке, чтобы его можно было создать хорошим? Нам как-то вот повезло нам в истории нашего коллектива. В основном, как-то вот нам по жизни попадались хорошие люди. В хорошем смысле этого слова, хорошие люди. Порядочные люди, добрые какие-то, понимающие. То есть люди, у которых еще не умерло чувство совести, чести. Какие-то нормальные человеческие понятия. Вот нам в этом смысле везло. Мы встречали людей. У нас была, значит, одна такая сторона, что эти люди, они были, в самом деле, хорошие, но они не имели никакого отношения, к сожалению, ни к музыке, ни к какому-то там, хотя бы там, продюсерству. То есть большие величины, люди, которых знает вся страна и знала вся страна. Может быть, не вся, но какие-то узкоспециализированные, может быть, еще люди. Но они были настоящими людьми, можно сказать, что настоящий человек. Кстати, в Амурскую область мы попали именно из-за того. Благодаря, да. Благодаря человеку хорошему, с которым мы познакомились, и вот он нас сюда привез. Это Сергей Новожев. Вот, потому что мы попали с Владимиром Гостюкиным в Волоколамске. Да, в свою очередь. На Волоколамскский рубеж. Познакомились, очень порядочный, профессионал своего дела. Он нас увидел. И, в принципе, пригласил сюда, почему мы здесь. И он, можно сказать, рискнул, потому что приглашать артистов абсолютно неизвестных, мы же в России неизвестно, на кинофестиваль, он брал на себя какую-то ответственность. Вот, поэтому мы очень рады, что мы сюда попали. Я думаю, что кто побывал на наших выступлениях, концертах, могли хоть немножко с нами познакомиться. Кто-то приобрел наши диски, уже теперь где-то это будет слушаться, то есть пойдет какой-то разговор, и, возможно, так получится, что мы не последний раз сюда приедем. То есть это все делается на вот этих людях, которые держат свое слово, в которых глубоко порядочных, профессиональных людей. Это вот большое внимание. Ах, как много цветов в этом мире! И каждый прекрасен по-своему! Вот высший подвиг цветка! Салон цветов «Татьянин день». Улица Амурская, 229. Гостиница Амурассо предлагает свои услуги для гостей города Благовещенска. Уютные номера, кафе-бар. Для жильцов гостиницы бесплатная охраняемая автостоянка. Гостиница Амурассо. Благовещенск, улица Чайковского, 1. Телефон 59-57-86. Современный человек вряд ли в состоянии представить себя без такой незаменимой вещи, как интернет. Что интересного для пользователей приготовил Билайн? Тарифный план «Легкий безлимит» позволяет пользоваться интернетом на максимальной скорости всего за 700 рублей в месяц. При покупке модема первый месяц безлимита от Билайн – подарок. Также есть предложения для планшетных компьютеров всего за 300 рублей в месяц. Спешите! Предложения доступны во всех офисах продаж. Русалочка и фрау Марта